Итак, последний день весны, который мы встречаем вместе, даже в замечательной компании, а именно в компании группы «Божья коровка» и коллективу в этом году 30 лет. Да, и многие уже начинают припоминать, так, «Божья коровка» что-то, что-то, а мы напомним, друзья, гранитный камушек в груди. Слава себе красиво говорит, Только каменное сердце не болит. Владимир Валенко, Наталья Шоколадкина, здравствуйте, рады вас видеть. Доброе утро. При этом, возможно, есть люди, которые не знают визуально, как вы выглядите, но вот песню совершенно точно знают абсолютно все. Вы сегодня в туре по Беларуси, так? Точно. Как встречают вас белорусы? Помнят, подпевают наверняка. Бестолковые не поют. Она ласкова, обаятельна и нежна. Вот такая мне, вот такая мне и нужна. Обязательно подпевают. Хотя один город на другой не похож. Где-то публика скромная, не знаю почему. Там ее приходится долго раскачивать. А попадались такие, что там прям сразу такие, ай, все, ты думаешь, ну все, конец. Ну, за 30 лет творческой жизни наверняка одной песней, которая стала вашей визитной карточкой, дело не стало. Вот какие есть этапы, которыми вы гордитесь? Ну, как вам сказать? Во-первых, у нас тур сейчас посвящен 25-летию группу. Мы все-таки немножечко моложе. То есть мы обманули, что 30? Ну, как сказать? Вообще, знаете, группа первые несколько лет существовала как бы подпольно. Поэтому 5 лет можно приплюсовать. Можно на бабочки сделать. Официально мы как бы появились в начале 90-х. Хотя, по большому счету, первые эксперименты были уже в конце 80-х. Но это был немножко другой стиль такой. Это был такой перестроечный андеграунд, скорее всего, который уже никто не понял к концу 80-х, начало 90-х, потому что пошла коммерческая музыка. И я сам, поработав в группе «Мираж» клавишником там несколько лет, понял, что нужно перестраивать рельсы. И мы такой нашли компромиссный вариант. Когда говорят, что «Божья коровка» — это поп-группа, это неправда. На самом деле это поп-рок-группа. Если мы посмотрим какие-то последние клипы, то это будет очевидно совершенно заметно. В принципе, та же самая гранитная камушка песня. Это типичнейший поп-рок с участием перегруженных гитар, как говорят, да, где, так сказать, вступление вообще там, сказать, позаимствовано, типа, у кресарей, что никак не причислишь к такой поп-музыке, ну, в таком традиционном понимании ее. Вот. Так что, в общем, живем, существуем, продолжаем радовать публику. Хорошо. Когда вот при появлении этой песни вы поняли, что она стала культовой? Что она отовсюду звучит. Выстрелила просто длительным образом. Да, вот вам про это как-то или сказали, или какой-то случай произошел. Интересно же. Ну, я вам скажу по секрету, что до того, как она стала таким всенародным хитом, я ее пел достаточно много лет везде и всюду, и никто почему-то не говорил, что это суперхит. Как же так? Говорили, хорошую песню под гитару на кухне. И все. Вот что значит волшебная сила контракта? Да, у нас был контракт с фирмой Лиссес, которую сняли всего один концертный ролик, хит-парад Останкина. И стали его просто показывать много-много-много раз по основным каналам. То есть тяжелая ротация, он был 8 месяцев. И все. Вот тогда люди сказали, о, так это суперхит. Понимаете, волшебная сила телевидения. Да. Вот такая вот история. Ну, а вот вашу супругу, вы фамилию ей придумали сами, да? Она пришла чуть позже, получается, в группу, да? Божья коровка, чем поется эта песня, да? И у вас же другая фамилия, да? Шоколадкина это все-таки псевдоним. Забавный, но... Ну, фамилия у меня, как и полагается, Валенка. Все по мужу. А что такое Шоколадкина в таком случае? Да, ну, расскажи. Она очень любила сладкое. Раньше, вот когда мы с ней познакомились, она эти шоколадки кушала просто в невероятных количествах. Один раз мы попытались держать Великий пост 40 дней. Я говорю, слушай, там у нас продают ребята наши, знакомые, продают шоколадную пасту. То есть по вкусу такая же, но соевая, понимаешь? Без вот этих всех калорий и так далее. Она говорит, ну, купи мне там, сколько, я говорю. Ну, штучек 10, наверное, мне хватит. Ну, они такие примерно, по 500 грамм. Я приехал, было 13 банок. Я купил все оставшиеся 13 банок, коробку, привез и говорю, на тебе, это 10 тебе на месяц хватит. Через 3 дня она мне звонит, говорит, все, уже нет. За 3 дня я съела все эти банки. Что осталось сделать? Придумайте эту фамилию Шоколадкина. Хорошо. Сегодня группа «Божья коровка» чем отличается от тех 90-х? У вас есть сейчас и религиозное направление, да? То есть там часть духовная музыка. Вроде бы и в стиле рэп вы что-то писали, да? Расскажите, что ваша визитная карточка сегодня? Ну, в общем-то, основным направлением также является поп-рок. Вот, если мы посмотрим какие-нибудь последние клипы, то они, в общем, в принципе, в таком же ключе, как «Гранитный камушек», но на другие темы. Вот. Хотя мы пробовали себя везде. И в жанре же шансон, в принципе, достаточно с подстроенной. И латину мы каждый концерт вытанцовываем активно. И фольклорная, так сказать, песня, там, многолосие тоже нам, в общем, свойственно. Вот. Когда это все сплетается в такую, так сказать, единую картину, получается такая, ну, полифония такая. Вот это то и есть, что называют стилем группы «Божья коровка». Да что тут рассказывать? Отсутствие стиля, по большому счету, есть. Надо прийти на концерт, послушать все, во всем самим убедиться, где вы завтра, где вас можно найти, послушать. Ну, завтра это будет не полнометражный концерт, это будет выступление в рамках дискотеки большой в Борисове, да, на стадионе. Вот. А вообще, мы сейчас находимся в туре по Беларуси, так что приходите, смотрите афиши в своем городе. Они у нас яркие такие, красные, с белым, с черным. У нас в гостях были солисты группы «Божья коровка» Владимир Валенко и Наталья Шоколадкина.